если дизайн приводит к тому что что-то выглядит красиво но не выполняет функцию это плохой дизайн для того чтобы казаться круче там самые дешевые бренды украшали себя золотом тиснением какими-то конгревом какой-то геральдикой учитесь в церкви там есть пение там есть тепло свечей там есть вкус вина там работают все органы чувств потому что дизайн это не просто то что там какая-то каляка которую вы намалевали так тот блока которым поговорим сейчас он посвящен дизайну он посвящен identity он посвящен неймингу он посвящен тому что мы обычно называем телом бренда мы поговорим о том что дизайн это не создание логотипа создание целого визуального мира в который вы приглашаете потребителя мы поговорим о том каким образом работать символами мы поговорим о том как работать с неймингом мы поговорим о том что в целом составляет систему идентификации в данном случае мне кажется что дизайн является одним из самых недооцененных инструментов маркетинга почему я говорю о недооцененности потому что когда мы говорим о дизайне очень часто на русскоязычных рынках люди сразу же вспоминают про какого-то дизайнера фрилансера который может разработать визитка блан конверт и логотип и значок но это настолько дисконтированное восприятие того что может дать дизайн бренду и что дизайн может дать бизнесу что это даже что это даже смешно мне кажется самую медвежью услугу в восприятии дизайн дала людям фактически советская власть потому что 75 лет страна целая страна жила в эпоху фактически нищей визуальной среды в негармоничной не целостной визуальной среде где хрущевки стояли на сталинках сталинки впритык какой-то покосившийся церкви которая использовалась как склад и вот это вот отрицание красоты приводило к тому что люди вырастали без вкуса люди вырастали без врожденного чувства прекрасного которое рождалось часто у людей которые росли в каких-то больших европейских городах и вот это вот нищета визуальная и бытовая она привела к тому что когда прорвало как плотину в начале 90-х и люди рванулись к определенному богачеству то я могу сказать что основой дизайна на постсоветских рынках стало украшательство когда для того чтобы казаться круче там самые дешевые бренды украшали себя золотом тиснением каким-то конгревом какой-то геральдикой какими-то псевдо королевскими псевдо наградами орденами и так далее это происходит в первую очередь от отсутствия системы координат если мы посмотрим на то как развивался дизайн в мире то мне кажется что там нужно посмотреть больше на какие-то страны развитые например на ту же самую германию то что изначально дизайн вообще не относился к украшательству вообще изначально дизайн не являлся профессии художественной изначально дизайн был профессии инженерной не было никакого украшательства была четкая функция которая должен выполнить какой-то отдельный предмет стол должен стоять и не должен разваливаться поэтому именно это диктовало форму его ножек то же самое можно говорить о архитектуре зданий о дизайне не знаю тарелки и так далее функция первично если дизайн приводит к тому что что-то выглядит красиво но не выполняет функцию это плохой дизайн дизайн упрощает жизнь потребителя упрощает жизнь человека делает ее менее осмысленной но та же германия какой-то момент она начала проигрывать странам в момент когда благодаря промышленной революции началось массовое производство потому что раньше что-то красивое оно было уделом фактически только очень богатых людей королевских семей не знаю вельмож самых богатых купцов и задача которую решал фактически мир это как сделать красоту как сделать вещь доступной для массового потребителя германии которая к тому моменту начала в этом направлении несколько проигрывать возникло удивительное явление которое было инициировано на государственном уровне именно для того чтобы сделать германию более конкурентной это явление называлась школа баухаус эта школа в рамках которой в рамках единого творческого пространства были объединены представители совершенно разных не всегда считающихся творческими профессий там были архитекторы там были математики там были поэты там были начинающие кинематографисты там были художники и та задача которая перед этими людьми ставилась была очень простой переизобрести дизайн переизобрести форму которая стала бы символом будущего эта школа работала в десятых двадцатых и капельку в тридцатых годах двадцатого века фактически сто лет назад что сделала эта школа она сделала маленькую вещь заложила основу всего того что есть сейчас потому что фактически она зафиксировала и продекларировала принципы минимализма потому что именно эта эпоха она сказала о том что доминанта простой формы простого цвета над украшательством доминанта функции победит что все лишнее уйдет я могу сказать очень просто когда люди говорят о черном квадрате потому что эпоха конструктивизма и в том числе появление черного квадрата это тот же самый период секрет какая разница почему черный квартат про это написаны огромные огромные талмуды но я всегда даю очень простой ответ если бы не было произведение черный квадрат если бы не было баухауса не было бы айфона то с чем можно было бы сравнить любое украшательство это как раз я бы сказал наверно с грязью которая отлетает с колес машины когда она начинает движение все лишнее уходит остается только суть остается только самое главное если мы посмотрим сейчас на большие бренды которые работают со своими стилями в течение последних десятилетий то сразу же вспоминается цитата которая висела над входом в музей дизайна в лондоне звучало очень просто что эволюция это упрощение а не усложнение когда я первый раз представил это правление в 2000 по моему пятом году что друзья никто не называет вас первый украинский международный банк вас называют пумп вам надо это принять не фьюб пумп все сказали о боже какой ужас 36 человек правления потом через месяц со второй попытки они приняли решение используют до сих пор посмотрите как быстро эволюционирует бренды вся эволюция это упрощение почему дизайн это так важно потому что если мы принимаем тезис что бренд эта эмоция эта эмоция должна откуда-то взяться эта эмоция должна откуда-то возникнуть бывает так что человек видит что-то и он не может даже это понять он не может это осознать он не может это описать но это что-то его манит хороший дизайн отличается от плохого тем что он манит потому что он апеллирует напрямую не к мозгу а к сердцу потому что как бы пафосно это не звучало но красота является источником энергии потому что для него как раз вот этим источником прекрасного часто является просто порядок потому что мне очень нравится выражение виктора папаныка одного из известных авторов которые писали о дизайне что в современном мире дизайн это попытка навести порядок хотя бы в маленьком кусочке вселенной поэтому для меня дизайн является тоже там символом порядка в голове у создателей бренда тех кто с ним работает именно благодаря порядку именно благодаря своей внутренней гармонии прекрасности дизайн делает бренды сильнее дизайн делает бренды гармоничные и дизайн дарит брендом тело красота визуальная тактильная все то что формирует тело бренда является дизайном это является самым первым самым главным инструментом формирования ценности потому что если мы говорим о том что нам нужно сформировать ценность и построить определенную эмоциональную связь между потребителем и брендом это невозможно если вы не будете добавлять в эту ценность эстетику если вы не будете выражать это через все визуально тактильное и не будете взаимодействовать с органами чувств представьте себе что вы создаете храм бренда дом бренда куда вы придете в общем то и вам важно воздействовать на все органы чувств потому что эмоции берутся от взаимодействия с органами чувств учитесь в церкви там есть пение там есть тепло свечей там есть вкус вина там есть очень там работают все органы чувств потому что дизайн это не просто то что там какая-то каляка которую вы намалевали если мы говорим о дизайне как у функции бизнеса как у функции бренда с которой вам нужно действительно начать работать практически я бы хотел сказать о нескольких вещах первое вам нужно смотреть на это с точки зрения человека с точки зрения потребителя с точки зрения пользователя есть понятие человек ориентированный дизайн когда вещь создается не вокруг вашего представления о том что такое хорошо что такое плохо а вокруг того действительно а какую функцию она выполняет и как можно эту функцию выполнить лучше для этого там самым главным самым простым инструментом действительно является путешествие потребителя когда вы берете реального потребителя реальную ситуацию и стараетесь пройти как будто бы он или вместе с ним весь его путь связаны с любым взаимодействием с вашим брендом неважно это путешествие онлайновое это путешествие оффлайновое и после этого фактически все с чем вы столкнетесь все что вы увидите можете просто взять и положить к себе на большой рабочий стол неважно если вы на входе можете взять визитку возьмите эту визитку если вы подходите видите вывеску сфотографируйте это на iphone и при необходимости просто сделайте четвертую распечатку если вы заходите видите какой-то интерьер сфотографируйте это если вы после этого при присели за стол и видите что перед вами сидит менеджер сфотографируйте этого менеджера а после этого посмотрите на это и посмотрите задайте себе несколько вопросов первый вопрос который можно задать насколько это целостно насколько я вижу перед собой органичные части единого мира или передо мной мозаика салат винегрет салат оливье который создает из абсолютно не связанных между собой элементов которые просто соседствуют просто сосуществуют потому что очень часто ваша вывеска может быть уже достаточно технологичной а внутри почему-то просто забыли поменять ресепшен или просто не до того не дошли руки и у вас интерьер более классический у меня есть по этому поводу прекрасный пример гауди испанский архитектор который построил великолепные достопримечательности в барселоне чем он интересен тем что он много болел в детстве и когда он болел мама брала его гулять они уходили на длинные прогулки и он ходил и водохновлялся природой и когда он стал подрядчиком девелоперов потому что в барселоне как и во многих европейских столицах конце 19 начале 20 века был строительный бум то ему дали свободу как художнику и он создавал целостные проекты в рамках которых дружил и дизайн всего здания с дизайном ручки оконной с дизайном каждой плиточки потому что это целостное решение первая задача которую вам нужно решать так или иначе эта задача в самом лучшем смысле однообразие визуальной целостности того чтобы человек который соприкасать с вашим брендом подходит к нему с любой точки может быть он увидит впервые только ваш аккаунт в инстаграме а может быть он случайно увидит вашу кофточку или увидит ваш выставочный стенд на b2b выставки в германии неважно он должен понимать что он видит что-то одно раньше вот это его целостности добивались только с помощью стопроцентной идентичности когда ваша компания разрабатывает в начале жесткие правила использования бренда стоит фактически сплетью над всеми теми кто так или иначе связан с производством и добивается и это правильно абсолютно однозначного следования одним и тем же стандартам например логотип одинаковый цвета воспроизводится одинаково при этом они находятся всегда два сантиметра слева три снизу три сантиметра справа если это невозможно тогда делается вот это и вот это в данном случае это хороший базовый вход потому что я часто сталкиваюсь с тем что когда компания работает на рынке даже десять лет я вам прошу отдайте мне пожалуйста доступ к вашему брендбуку они говорят ну так а у нас нет брендбук у нас есть только логотип я говорю подождите а как же у вас возникают стандарты того как вы оформляете например свою информацию онлайн или как вы верстаете буклеты или как вы работаете с упаковкой к чему это приводит как правило это самодеятельность потому что иначе это мы назвать не можем приводит к тому что бренд расползается бренд перестает быть целостным и чем старше становится такой бренд чем большее количество подрядчиков смогло к нему прикоснуться тем большее количество элементов немножко не соответствует правилам и в итоге бренд просто разваливается визуально с точки зрения визуальной истории что с этим делать для начала действительно выйти на базовый уровень уровень идентичности да то есть добиться того чтобы все эти элементы были целостными но я вернусь к этой сложной фразе для того чтобы идти дальше вам нужно создать гибкую систему которая предполагает что внутри вашей системы есть определенные константы это вещи которые выполняются не оспоримо всегда при любых обстоятельствах и в вашей системе обязаны быть гибкие элементы гибкие элементы которые позволяют адаптироваться к особенностям использования вне за в зависимости от того а какой это момент а какая это аудитория какая-то страна а какая особенность потому что если бренд будет стоять только на константах то он относительно быстро может стать восприниматься как консервативный потому что он не может адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней среды по поводу констант луи виттон невероятно посмотрите как в упрощении они сделали новую версию своего логотипа который также является замком для сумки вау круто абсолютно днк бренда сохранен но при этом эта штука работает римова алюминиевые чемоданы созданные в честь старта авиации которым почти сто лет сейчас остаются алюминиевыми чемоданами но при этом запускают формат электронной бирки когда ты можешь сделать не только электронный чекин но электронный дроп-офф вау и плохая новость а может быть хорошая их покупает луи виттон их покупает луи виттон за 680 миллионов евро чемодан при этом основатель компании внук основателя компании говорит я рад этим деньгам потому что мы основываем римова фаундейшн потому что мы будем заниматься социальной ответственностью потому что я хочу поддерживать молодых технологов художников и так далее вот зачем мне нужны деньги что такое визуальная система как правило в основе сильной визуальной системы лежит очень сильный визуальный символ фактически это одна картинка если вы обратитесь к истории человечества и точно также к истории религий то картинка она предшествовала тексту потому что даже если мы возьмем первые рисунки которые возникали на стенах пещер то это были рисунки они надписи потому что человеку даже до возникновения письменности было намного проще идентифицировать и узнать что-то по картинке если вы побываете в лондоне то вы увидите что на многих пабах часто есть смешные названия там паб зеленая жаба или белка и тушканчик или что-то еще и нарисована какая-то такая интересная картинка которая этот паб обозначает почему это делалось да потому что огромное количество клиентов подобных заведений были безграмотны они были неспособны прочитать название которое было написано буквами поэтому для того чтобы они понимали в каком заведении они сегодня встречаются со своими дружками то паб например назывался черная кошка и они знали что рядом с вывеской нарисована черная кошка и я увижу эту черную кошку я и узнаю точно также сейчас я уверен что когда например жена говорит мужу что ему купить супермаркете она говорит ну купи вот этот вот сырок синенький там где такое деревце оранжевое или пытается описать какую банку с косметикой нужно принести из ванной комнаты или что-то еще она будет апеллировать в большей степени картинкам нежели к сложным текстом которые на ней написаны воин тайм это прекрасный украинский магазин которые начали развиваться в отличие от good wine в маленьких городах первый магазин был открыт в ивано-франковске это был первый и единственный магазин во франковске где можно было купить хорошее вино но они пришли к какому смысле целому или не знаю куда они пришли он прочитал wine time wine вино time время скрещиваю смелый и шап получаем часа часа бокал дуба проценты часа бокал мы говорим а какие ваши задачи они построили в киеве великолепный магазин на левом берегу мы горит они хотят мы хотим чтобы люди приезжали к нам семьями мы говорим вы на маркет воскресенье поедем вы на маркет мы поменяли дескриптор он стал gastro and wine market у нас была сформулирована стратегия первооткрыватель человек который хочет пробовать и мы придумали символ лисичку внимание вопрос почему лисичка потому что потому что хороший бренд это вопрос а не ответ потому что если вы встретитесь с девушкой которая вам будет понятно через три минуты она вам будет не интересно бренд должен ставить вопрос а не давать ответ но за счет дизайна он воспринимается совсем по-другому если вы посмотрите на известные символы ведущих мировых брендов то они часто очень простые что такое милка фиолетовая корова а если посмотреть на историю то это корова далеко не сразу было фиолетовой это было просто корова которая была изображена на разных пачках которые производились под брендом милка но фиолетовый шоколад молочный был самым популярным и поэтому в какой-то момент маркетологи за до решая задачу усилить этот символ приняли решение что окей корова должна стать фиолетовой и символ получился очень ярким очень отличающимся очень запоминающимся и символ позволяет компании создать вокруг этого определенное цветовое пятно потому что символ эта форма и она сочетается с цветом если вы посмотрите на современные бренды фейсбук какой символ буква f нет дудки знак лайка если вы посмотрите на twitter какой символ да очень простой воробушек почему это чириканье на английском языке неужели это такой сложный символ нет но именно он изображен на иконке которую вы нажимаете на айфоне когда мы говорим про целостную систему какой-то центральный элемент в этой системе иногда могут быть дополнительные элементы которые еще раз далеко не всегда могут быть графическими на которые позволяют человека узнать тот бренд о котором идет речь например у моих друзей есть ресторан есть сеть ресторанов мафия первый ресторан мафия которых сейчас уже десятки в разных странах мира он находился я не помню то ли воде в харьковской филармонии то ли в харьковской консерватории и так получилось что над входом в этот ресторан исторически висела огромная люстра которую было запрещено снимать или к ней прикасаться в рамках контракта об аренде но поскольку люди приходили в ресторан и проходили под этой люстрой то они начали ассоциировать этот ресторан с этой люстрой и когда открывался второй ресторан то владельцы сказали окей но поскольку у нас в первом ресторане есть люстра как же мы будем открывать ресторан мафия без второй такой люстры огромный хрустальный светильник появился сначала во втором ресторане потом в третьем потом в четвертом а потом стал одним из опорных элементов компании поэтому вы можете себя не ограничивать только одним единственным символом у вас могут быть дополнительные какие-то вещи но в данном случае они должны быть заметными они должны быть интересными в виде символа может выступать персонаж не знаю как дедушка который олицетворяет собой бренд монополия и или маша и медведь которые вы можете видеть сейчас на гелевых шариках практически в любом городе мира почему потому что узнаваемость я напомню является фундаментально важным показателем успешности любого бренда потому что узнаваемость является не только признаком популярности а как следствие одобряемости узнаваемость является отсутствием угрозы потому что человек когда сталкивается с чем-то знакомым он испытывает какое-то необъяснимое глубинное чувство безопасности что если я сталкивался с этим много раз и это что-то меня не атаковала не убивала не отравляла то это первобытная потребность в защищенности она помогает брендам потому что что-то старое доброе знакомое наверное не может быть чем-то плохим это где-то подсознательно зарытое чувство поэтому чем большее количество раз в течение большого количества времени человек будет сталкиваться с вашей постоянной системой тем больше он будет вам доверять на абсолютно подсознательном уровне потому что повторяемость предсказуемость как следствие является элементом формирования доверия